Продолжение следует... Раз. Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем заседание Совета депутатов. В зале присутствует 34 депутата, кворум имеется. У всех на планшетах есть повестка заседания. Уважаемые депутаты, сообщаю вам, что от депутата Тиняева поступило письмо с предложением включить в повестку заседания следующие четыре вопроса. Первый вопрос. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа от 03.04.2020 года за номером 1-15 об отчете главы Одинцовского городского округа Московской области о результатах деятельности в 2019 году. Второй вопрос. Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 07.06.2019 года за номером 1-4 об избрании главы Одинцовского городского округа Московской области. Третий вопрос. Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2020 года за номером 24-16 об утверждении правил землепользования и застройки территории, части территории Одинцовского городского округа Московской области и признанию тратящей силу некоторых решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области и Советов депутатов городского округа Звенигорода Московской области. Четвертый вопрос. Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 года за номером 8-10 о согласовании предельного, в скобочках, максимального индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Отмечу, что данные проекты были рассмотрены на соответствующих постоянных депутатских комиссиях, на которых принято решение не рекомендовать их к рассмотрению на заседании Совета депутатов. Прошу проголосовать. Кто за то, чтобы внести изменения в проект повестки заседания Совета депутатов, и добавить 4 вопроса, поступившие от депутата Тиняева. Кто за? Прошу проголосовать. За у нас 3 человека. Кукин, Тиняев и Галдин. Кто против? Кто воздержался? Водонаев воздержался. Большинством голосов 4 вопроса отменяются. У кого есть дополнения изменений еще в повестку заседания? Пожалуйста, Вячеслав Иванович. Можно сидя, потому что у меня как бы обращение еще. Можно потянуть? Смотрите, 27 мая 2020 года в средствах массовой информации сети интернет на сайте YouTube опубликован видеосюжет «Киноглаз Звенигорода», в котором содержится публичное выступление в виде интервью депутата Совета Депутата Одинцовского городского округа Московской области Тиняева Сергея Александровича. В данном выступлении депутатам Тиняевым допущена публичная оклевета в отношении главы Одинцовского городского округа Иванова Андрея Робертовича и депутата Совета Депутата Одинцовского городского округа Московской области Как представители выборного органа местного самоуправления муниципального образования, распространение негативной информации в отношении исполнения ими своих полномочий. Считаю, что в выступлении содержатся заведомо ложные сведения, порочащие в том числе честь и достоинство главы ОГО и большинства депутатов. Подрывается деловая репутация выборных должностных лиц, осуществляющих полномочия депутатов Сета Депутатов Одинцовского городского округа Московской области, а именно принятие депутатами представительного органа Одинцовского городского округа предвзятых решений, нарушающих действия законодательства Российской Федерации. зависимость депутатского корпуса от исполнительно-распределительной власти в лице главы Одинцовского городского округа Иванова Андрея Рубича и связывание этой зависимости с тем фактом, что некоторые депутаты являются работниками и руководителями муниципальных учреждений. Кроме того, в речи депутата Тиняева используется выражение «В Одинцовском городском округе власть захватила группировка Юшваева». Он поставил своего человека во главу округа, это Иванова. Следующее. Большинство депутатов-единородцев из группировки Юшваева. Следующее. Увольнение Иванова за совершением уголовных преступлений. Следующее. Это будут решать не депутаты, а их хозяин Иванов. Следующее. Как эта юшваевская группировка решит, так и будет. Эти все формулировки однозначно оскорбляют главы Одинцовского городского округа Иванова и большинство депутатов Совета депутатов в год. Выступление Тиняева является голословным и подрывает авторитет главы и депутатов в глазах избирателей, как выборных доносных лиц, участвующих в прямых муниципальных выборах. Считаю, что в действиях Тиняева Сергея Александровича содержатся признаки преступления, предусмотренные частью 3 ст. 128.1 Клевета Уголовного кодекса Российской Федерации. Комиссии по депутатской этике, которую я возглавляю, по этике регламента и законности развития местного самоправления Совета депутатов УГОЭ, было рассмотрено мое предложение по этому вопросу в виде проекта решения Совета депутатов 05 июня 2020 года. Комиссия приняла решение рекомендовать Совету депутатов рассмотреть этот проект на заседании Совета депутатов Одинцовского городского округа. Суть предлагаемого решения – направить материалы публичного выступления депутата Тиняева в средствах массовой информации, интернет, правоохранительные органы для дачи правовой оценки его действиям в отношении главы округа и депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа. Проект этого решения и заключение комиссии были переданы в оргадел для подготовки к заседанию. Прошу этот вопрос снести на голосование. Кто за то, чтобы внести изменения в проект повестки заседания Совета депутатов? Да, пожалуйста. Сейчас микрофон вам дадут. Значит, уважаемые депутаты, уважаемая Татьяна Викторовна, я обращаю ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 20 Уголовного социального кодекса Российской Федерации обвинений по статье 128.1 Уголовного кодекса России клевета относятся к обвинениям частного порядка и возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. То есть в данном случае Совет по клевете на главу не вправе принимать каких-либо решений, это личное дело потерпевшего. Значит, что касается Совета как юридического лица, так и депутатов, нанесение урона деловой репутации также относится к рассматриваться в рамках судопроизводства, а не на заседаниях Совета. Поэтому в данном случае Совет как юридическое лицо или депутаты, которые считают себя оскорбленными, должны идти в суд. Вот у меня все. Поэтому я предлагаю на основании этого снять это решение, проект решения с повестки дня, не включать в повестку дня. Кроме того, обращаю внимание, что сайт YouTube не является средством массовой информации, не имеет лицензии, не зарегистрирован, соответственно, еще образом, как и вся сеть интернет. И размещенный видеосюжет, по сути, не является публичным выступлением, а личным мнением лица, который разместил этот ролик и сделал эти высказывания. У меня все. Спасибо. У кого еще какие-то дополнения, мнения? Пожалуйста, Кукин. Уважаемые депутаты, Татьяна Викторовна, вот есть повестка дня, 17 пунктов у нас. Мы всегда, уже не первый раз я обращаю внимание, у нас отсутствуют в конце, значит, графа разные. Я считаю, что такие вопросы, которые сейчас были озвучены господином Киреевым, они, конечно, в разном можно было бы обсудить. Вот, чтобы соблюдать регламенты, чтобы все у нас было как положено. Спасибо за внимание. Еще есть дополнения, выступления? Возьмите микрофон, пожалуйста. Я прошу поставить вопрос на голосование. Дело в том, что мы обращаемся с тем, чтобы обратиться от имени Совета депутатов, поскольку, как мы считаем, задета честь и достоинство многих большинства депутатов, прохоронительные органы, чтобы была дана оценка. Мы еще, как бы не обращаясь с обвинениями, мы будем, конечно, писать свои собственные заявления, но Совет депутатов должен обратиться, как раз исследуют все эти вопросы. Еще есть дополнения? Поступил первый вопрос, включить в голосование, поэтому я его озвучиваю. Кто за то, чтобы внести изменения в проект повестки заседания Совета депутатов и добавить вопрос, поступивший от депутата Киреева? Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Кунанова, Галдин, Кукин, Водонаев. Кто воздержался? Не вижу, кто вверху сидит. Тиняев и Сидоров. Два человека воздержались. Но я думаю, что нет смысла голосовать по двум предложениям, которые поступали, потому что большинством голосов принято предложение депутата Киреева. Итак, предложение принято. Прошу переходить к следующему вопросу. Я предлагаю снять с повестки дня проект о внесении изменений в план землепользовательной застройки. Здесь по нескольким моментам. Во-первых, любые изменения в данный документ должны производиться после публичных слушаний. То есть для того, чтобы внести изменения, предварительно должны быть публичные слушания по этому изменению. Мы с вами сегодня как раз этот документ о внесении изменений в порядке проведения публичных слушаний будем вносить тоже изменения, и там все это написано. Кроме того, по сути, предложение, то, что нам предложена новая редакция, я бы сказал, это как-то иезуитский подход. Мы все должны опять тысячу листов смотреть и выбирать, какие там изменения. И фактически, по сути, отменяется старый, принятый нам 30 апреля документ, и вносится новый, под видом новой редакции. Поэтому этого делать нельзя. Если мы хотим принимать новый, давайте отменять, не лукавить, отменять старый и принимать новый с прохождением всей процедуры, которая положена. То есть я считаю, что сегодня этот вопрос вносится с нарушением процедур, установленных регламентами, нашими же документами о порядке проведения общественных слушаний. Спасибо. Спасибо. Кто еще хочет дополнить? Кто еще хочет дополнить? Пожалуйста. У нас в соответствии с требованиями статьи 33 градостроительного кодекса и постановления правительства Московской области об утверждении порядка подготовки согласования и направления проекта правил землепользования и застройки городского округа на утверждение публичное слушание по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки не проводится в случае устранения несоответствия территории ОКНов, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащихся в ЕГРН, описанию местоположения границ указанных зон. И по второму вопросу однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны. Сегодня изменения касаются только этих двух вопросов, поэтому публичное слушание не проводится. Еще есть дополнение? Поэтому прошу проголосовать за утверждение проекта повестки заседания. Можно? Не вижу, извините меня, не вижу. Пожалуйста. Я прошу прощения, хотел задать вопрос. Я воздержался в прошлый раз по поводу ПЗЗ. По одной простой причине, потому что не было понятно. Но на сегодняшний день есть некоторые пояснения по данному вопросу. Я бы хотел еще раз уточнить у Надежды Васильевны. То есть эти ПЗЗ, они носят временный характер по одной простой причине, потому как мы в ближайшем будущем будем принимать генплан. А после генплана, соответственно, будут приниматься новые публичные слушания, новые правила землепользования. Я правильно понимаю, Надежда Васильевна? По проекту землепользованной застройки в части изменений будет приведение в соответствие правил землепользованной застройки генеральному плану, который мы утвердим в будущем. Да, да. Так вот, получается ситуация следующая, что мы все равно будем проходить публичные слушания по всей территории Одинцовского городского округа для внесения изменений и уточнений. И здесь, в этот момент, мне кажется, очень важно услышать наших жителей, в первую очередь жителей Звенигорода, потому что на этой территории очень болезненно отнеслись к этому ПЗЗ. И, соответственно, я думаю, уважаемые коллеги, у нас будет возможность это все детально обсудить, услышать жителей. А сегодня, внося вот эти изменения небольшие, вовременные ПЗЗ, я думаю, ни на что не должно повлиять. Поэтому и... Спасибо. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, прошу проголосовать за утверждение проекта повестки заседания Советов с внесением изменений. Кто за? Прошу проголосовать. Сейчас мы ваше поставим второе предложение. Кто против за повестку? Теняев, Кукин, Галдина не вижу. Галдин? Галдин. Кто воздержался? Водонаев, Кононова. Поступило предложение от Галдина, есть смысл голосовать? Нет. Переходим к повестке. Итак, повестка, прошу соблюдать регламент. Итак, переходим к первому вопросу. Информационное сообщение главы Одинцовского городского округа. Слово вам, Андрей Робертович, пожалуйста. Уважаемые депутаты, добрый день. Рад, что мы с вами вернулись к очным заседаниям Совета. Ситуация с пандемией стабилизируется. И это нам уже позволяет встречаться в зале, пусть на расстоянии, на дистанции социальной, как принято говорить, но уже в очном режиме. Спасибо. Хочу также уведомить вас, что сегодняшнее заседание ведется в онлайн-трансляции через средства массовой информации. Начну наше заседание с нашей уже доброй традиции – поздравления именинников. У нас есть несколько депутатов, которым мы до сих пор не вручили подарки и не поздравили, в том числе из-за того, что последнее заседание нашего Совета проходило в режиме видеоконференции. Это, в частности, Владимир Андреевич Кукин, Гильда Александровна Ботт, Михаил Викторович Солнцев. Также в мае месяц дня рождения были у Андрея Николаевича Степченко, Владимира Геннадьевича Семина, Ирины Николаевны Грабарчук, Алексея Васильевича Солдатенко, у которого еще в этом году и юбилей 40 лет. Ну и вчера у нас был день рождения у Натальи Ивановны Кононовой. Уважаемые коллеги, всех вас поздравляем вместе с депутатами, желаем вам сил, энергии, здоровья. Наверное, вот это традиционное, возможно, избитое пожелание здоровья в этом году имеет особый смысл. Поэтому вам здоровья и всех-всех благ. Давайте поздравим. Чтобы минимизировать наши контакты, сегодня все же я не буду вручать подарки, они вот здесь у нас находятся, вы после заседания самостоятельно, пожалуйста, их возьмете. Коротко я хотел бы о последних новостях. Начнем с эпидемиологической ситуации. У нас на вчерашний день статистика следующая. Всего было выявлено заразившихся коронавирусом 1 940 человек. Прирост за последние сутки 15 человек. Выздоровело 1 782 человека. К сожалению, у нас погибло за весь период пандемии 68 человек. Как видите, число заражений у нас значительно упало. Пока еще не до нуля, но уже мы динамично стремимся к этому показателю. Считаю, что это наша общая победа. И победа правительства Московской области, прежде всего нашего губернатора Андреевича Воробьева, всего медицинского коллектива округа, представителей и сотрудников Роспотребнадзора, конечно, нашей администрации, оперативных и правоохранительных служб, наших волонтеров и, конечно, всех жителей, которые весь этот период проявляли дисциплину и самосознательность. Мы начинали, как вы все помните, с первых случаев были в Одинцовском округе зафиксированы заболевших. И мы начинали с очень серьезной динамики. Были антилидерами по количеству заболевших. У нас тоже, напомню вам, эти исторические дни, когда мы в сутки прибавляли от 50 до 80 человек. То есть это был прям реальный кошмар. Но эту тенденцию нам удалось переломить, и сегодня прирост, как я уже сказал, в среднем составляет от 10 до 20 человек в сутки. И число выписанных или выздоровевших, как мы эту статистику называем, в 2, в 3, в 4 раза больше в сутки, чем заболевших. Распространение коронавируса удалось нам сдержать. И, опять же, повторюсь, благодаря принятым своевременным и жестким ограничительным мерам и эффективному, соответственно, лечению, которое было принято во всех наших медицинских учреждениях. Действовали мы на упреждение, и благодаря губернатору смогли создать самый большой инфекционный коечный фонд в Подмосковье. На сегодняшний день для больных с коронавирусом мы имеем 1290 коек. А всего вместе с так называемыми легкими койками, которые мы развернули в парке «Патриот», у нас общий фонд коечный составляет 2885 мест. Из них на сегодняшний день 1616 мест свободны. Были перепрофилированы отделения наших больниц. Везде мы развели потоки, зеленые и красные зоны, так называемые чистые и грязные. Все коечные места были обеспечены кислородом, и во всех койках, которые находятся в реанимациях, мы смогли подвести еще и аппараты ИВЛ. Было везде закуплено необходимое медицинское оборудование и средства, безусловно, защиты для нашего медицинского персонала. Не менее важной задачей, которая перед нами стояла, это была задача обеспечения условий проживания для всех медиков, которые работают с больными коронавирусом, то есть находятся постоянно в грязной зоне. В этой связи мы заселили в гостинице 351 одного медицинского работника. Все они были размещены в гостинице волейбольного центра, в гостинице «Парк-Ин» и в санаторий Ершова. С середины июня наши медицинские учреждения постепенно будут возвращаться к плановому приему больных, а жизнь в целом на территории Подмосковья возвращается в привычное русло. Ряд ограничений в Подмосковье уже снят, таких как пропускной режим. У нас заработали многие коммерческие организации, заработали органы государственной власти. Пока мы все работаем с жесткими санитарными ограничениями, но постепенно и этот режим будет ослабевать. С сегодняшнего дня этап снятия ограничений объявила Москва. И для нас это тоже хороший знак, потому что Москва, тоже вы все об этом хорошо знаете, была главным и самым напряженным очагом распространения болезни. Экономика наша постепенно размораживается, но, как я уже подчеркнул, ряд ограничений останутся. Расслабляться пока еще действительно рано. Мы по-прежнему будем носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком и просто часто мыть руки. Это уже не просто требование карантина, это новая наша с вами бытовая культура. Нам придется приучаться к этой новой жизни, соседствуя с коронавирусом и осознавая, что опасность в любой момент может быть где-то рядом. До появления вакцины вирус не исчезнет полностью. А это значит, что до этого времени мы должны с вами быть, как говорят, на роде на чеку. Поэтому еще раз хочу повторить, это гигиена, дистанция, средства защиты, вот эти три составляющих успеха, которые позволят нам с вами не допустить новых вспышек и очагов эпидемии. Но мое ощущение, и я в этом уверен, самое страшное у нас с вами уже позади. Хочу также отмечить, что в нашем округе возобновилось строительство социальных объектов. Сейчас работы ведутся на строительстве выезда на северный объезд Одинцово, на строительной площадке Дома культуры в поселке Горки-10. Также возобновились работы на многих наших реконструируемых объектах, в частности в Новогородковской нашей школе. И активно начались работы в клубе «Искатель», который мы переформатируем под детский сад. На этих двух объектах я был буквально на прошлой неделе. Мы посмотрели и график работы, соблюдение мер безопасности. И еще раз, что называется, глядя в глаза подрядчикам, все руководство подрядных организаций было на площадке. Еще раз убедились, что наши графики и наши сроки будут выполнены. В этом году, 1 сентября, мы вместе с Натальей Ивановной Комановой будем разрезать ленточку в школе Нового Городка, и детишки туда наши пойдут. Соответственно, детский сад по нашему муниципальному контракту из клуба «Искатель» мы тоже должны закончить в конце этого года. По срокам стоит декабрь, но я уверен, что подрядчик будет выполнять свои работы с опережением. Надеюсь, что в конце ноября тоже мы. Детский сад, которого, подчеркну, не было никогда в Новом Городке. Сегодняшняя группа расположена на первом этаже пятиэтажного здания, в четырех квартирах, но это точно не детский сад. Это какое-то место пребывания детей в дневное время, но это не детский сад. У нас будет историческая такая миссия вместе с депутатами и жителями открыть детский сад, но как минимум на 120 мест. Если пойдем через уплотнение, то и в 150. Также у нас в мае завершился первый этап реконструкции корпуса поликлиники номер один нашей Одинцовской больницы. Уже выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. И в июне, а если быть точным, то с понедельника, следующей недели, с 15 июня в нашем реконструируемом корпусе начнут прием медики. То есть первые пациенты там окажутся уже 15 июня. Ну а в августе мы планируем завершить строительство того нового корпуса, который мы пристраивали к поликлинике номер один. Сейчас там уже ведутся пусконаладочные работы по оборудованию, завозится мебель, начинается монтаж. Также 18 мая возобновилась у нас консервация строительной площадки путепровода в Савинской Слободе. Хочу здесь тоже сакцентировать внимание, что это не строительство, как многие решили, а многие просто передергивают или фантазируют специально, а именно консервация, согласно тому проекту консервации, который был несколько месяцев назад представлен жителям. И должна она завершиться в июле. По Савинской Слободе и по переезду у нас там отдельный вопрос, это качество ремонта переезда, который был сделан в мае подрядчиками российских железных дорог. И здесь я согласен с жителями, с инициативной группой, которая это все выявила, обратила внимание наших подрядчиков. Это действительно халтура. То, как был отремонтирован переезд, это халтура. Высказали мы свою претензию руководству российских железных дорог и договорились, что до 18 июня подрядчики устранят все замечания и приведут дорожное полотно в надлежащее состояние. В этот раз уже качество этого ремонта будем оценивать вместе с представителями инициативной группы. Что касается проекта строительства путепровода в Савинской Слободе, то моя позиция как главы Одинцовского округа не изменилась. И судьбу переезда в Савинске нужно будет решать только вместе с жителями. Пандемия внесла свои коррективы в наши планы, в ту дорожную карту, которую мы озвучивали на встрече в Слободе. И хочу еще раз подтвердить, что как только мы выйдем из режима ограничений, связанных с пандемией, во всех населенных пунктах, которых касается переезд или возможный путепровод в Савинской Слободе, мы проведем открытое общественное обсуждение. Пригласим всех, кто хочет и изъявляет желание принять в этом участие. Об этом именно договаривались с инициативными группами, с теми, кто находился тогда в зале. Этот вопрос звучал, и я еще раз подтверждаю, что мы на общественное обсуждение пригласим всех желающих – и дачников, и жителей, и тех, кого эта проблема интересует. Даты слушаний и места проведения мы также, соответственно, обсудим с инициативной группой и заранее, заблаговременно объявим в публичной плоскости и транслируем через инициативные группы нашим жителям. Четко двигаемся по дорожной карте, которую утвердили на встрече с жителями. Поэтому к этому вопросу еще в ближайшее время вернемся, очевидно, по окончании июня месяца, когда уже будут сняты максимальные ограничения, и нам, возможно, будет собираться для проведения таких публичных мероприятий. Коллеги, у нас позитивная динамика в масштабах страны позволила не только открыть стройплощадки, но и возобновить работу предприятий, но и объявить дату голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Глава Центральной избирательной комиссии, Алла Александровна, предложила дату 1 июля президенту, и Владимир Владимирович одобрил эту дату. Поэтому 1 июля пройдет масштабное общероссийское голосование, в котором я, безусловно, призываю вам принять участие каждого активного гражданина, которому небезразлично будущее нашей страны. Чтобы уменьшить поток людей, 1 июля участки для голосования начинают работать с 25 июня. То есть у нас будет с вами неделя на голосование. Буквально на участковых избирательных комиссиях можно будет голосовать, как в режиме обычного голосования. Кроме того, у нас действует система мобильный избиратель. Она позволит прикрепиться к участку по месту пребывания. Это можно будет сделать либо в офисах МФЦ, либо через портал госуслуги, либо в территориальной избирательной комиссии. С 14 июня это можно будет сделать и в участковой избирательной комиссии. Все подробности о том, как это можно осуществить, я выложил на своей страничке в Инстаграм, на сайте администрации. И, конечно, мы еще не раз повторим всю эту информацию через различные средства массовой информации. Печатные издания и сайты, и бегущая строка будет у нас на всех телевизионных каналах. будет осуществлена максимально масштабная информационная кампания по тому, как мы с вами будем голосовать по поправкам Конституции. В новой редакции Конституции закреплены важнейшие положения, которые будут определять будущее страны. Считаю, что пройти мимо этого знака важнейшего исторического события просто никак нельзя. И заканчивая блок новостей, хотел бы отметить еще ситуацию с паводками. В конце мая выпали сильные осадки в нашем округе, и, безусловно, были потоплены многие территории, особенно частного сектора, которые находятся и в свое время были построены в руслах рек, где произошел естественный разлив. Многим людям из частного сектора потребовалась наша помощь. И в этой связи я тоже хочу попросить депутатов по возможности оперативно реагировать на такие ситуации, потому что помощь еще нужна людям, не везде еще вода ушла. И в своих округах, пожалуйста, эту работу проведите. Нужно выезжать на места, общаться с людьми, и там, где нам необходимо принимать какие-то решения или помогать людям, я готов с вами контактировать, встречаться и принимать такие решения. В режиме 7 на 24, как говорят. Лето у нас ожидается дождливое, и поэтому повторение подобных ситуаций очень-очень даже возможно. Мы к этому должны быть готовы. Прошу вот такую обратную связь обязательно установить, всю информацию нам передавать, и блоку ЖКХ и благоустройству я уже поручение дал по всем таким горячим точкам сформировать программы того, что мы делаем с ливневками, с очистными сооружениями, а там, где их нет, мы еще и попытаемся за летний период что-то построить. На это, безусловно, нужны дополнительные и большие финансовые средства. Уважаемые коллеги, у вас сегодня насыщенная повестка. Всего 17 вопросов, в том числе такие важные, как изменения в бюджет, утверждение генплана деревни Раздора, рассмотрение доклада по внесению изменений в правила землепользования и застройки. И на этом вопросе хотел бы остановиться чуть подробнее. Принятие правил землепользования и застройки вызвало большой информационный резонанс, и отчасти этот резонанс вырос на слухах, домыслах, каких-то передергиваниях, фантазиях, которые всегда и неизбежно сопровождают принятие аналогичных документов. Отчасти этот резонанс стал исследствием недостатка информации и, возможно, недостатка коммуникации, каких-то внятных и развернутых объяснений по каждой позиции и, по сути, принятых решений на миране. И здесь мы с себя тоже ответственности не снимаем и тоже понимаем, что и в наш адрес это справедливая критика. Нужно было, видимо, лучше объяснять, лучше и своевременно объяснять. Поэтому сегодня мы пригласили уважаемых наших коллег из правительства выступить с подробными докладами о том, что представляют собой новые правила землепользования и застройки. И сегодня выступит и Кирилл Александрович Завражин, начальник территориального управления комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, Валерия Валерьевна Березовская, начальник главного управления культурного наследия Московской области, Надежда Николаевна Зыкова, заместитель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, ну и Надежда Васильевна Рыбакова, наш начальник градостроительной деятельности администрации. Все коллеги готовы ответить на поступившие и появившиеся в социальных сетях вопросы и на те вопросы, которые будут, безусловно, звучать из зала. Для нас, как для администрации и депутатского корпуса, очень важно, чтобы люди знали нашу официальную позицию и получали правдивую информацию из первых рук. Я сам, когда читал некоторые нашумевшие материалы в социальных сетях, сильно удивлялся, потому что никаких планов по массовой застройке территории вокруг Звенигорода и тем более застройки исторических и природоохранных мест не было и нет на сегодняшний день. Хочу отметить, об этом сегодня уже шла речь, Дмитрий Игоревич поднимал этот вопрос, что у нас следующий очень важный для нас этап, на котором мы все должны сконцентрировать свои усилия и внимание, это как раз принятие генерального плана Одинцовского городского округа. Все планы стратегические по строительству, в том числе и жилому, будут отражены в этом документе. Публичное слушание, как уже сказала Надежда Васильевна, по генплану мы планируем начать в июле и провести их в каждом населенном пункте. На это потребуется, по нашим оценкам, не менее трех месяцев. Мы к этому готовы, мы, соответственно, знали, что такое подробное обсуждение крайне необходимо нашим жителям и будем его делать максимально четким, прозрачным, открытым, публичным и, конечно, выслушаем все мнения и жителей, и депутатского корпуса, и всех заинтересованных в этом документе лиц. Далее, по моей инициативе, я с этой инициативой вышел, чтобы мы объявили широкие общественные обсуждения по охранным зонам вокруг памятников культурного наследия. Это касается не только Звенигорода, но и всех памятников, где нас с вами могут эти зоны беспокоить, где они нас тревожат или где их, в принципе, нет. Также этот процесс запустим летом. Мы, надеюсь, в июле уже будем готовы обсуждать. Начнем с Звенигорода активно, а дальше уже перейдем к тем памятникам, по которым еще эти вопросы останутся. Еще раз хочу подчеркнуть, и обращаюсь сейчас и к жителям, и, безусловно, к депутатскому корпусу, что для нас важно, чтобы прозвучали, и мы зафиксировали все мнения, чтобы у наших жителей вопросов по принятию итогового документа вообще не осталось. Ничего мы не скрываем, готовы подробно разъяснять каждое принимаемое решение, если потребуется, корректировать эти решения или пересматривать. Но здесь есть важный аспект, что мы готовы идти на эти шаги только в том случае, если получаем конструктивную и содержательную критику, имеющую отношение к реальности, к реальной картине происходящих вещей. Потому что не вижу никакого смысла комментировать слухи, домыслы. Я неделю назад попросил Кирилла Александровича подготовиться и четко ответить на все те вопросы, которые звучали в публичной плоскости, не утаивая ничего, не заметая, что называется, под коврик какие-то проблемы. Надеюсь, что сегодняшнее выступление наших уважаемых коллег из правительства Кирилла Александровича и всех, кто принимал участие в разработке документа, развеет или снимет большую часть этих домыслов. Спасибо за внимание. На этом все. Благодарю вас, Андрей Робертович. И информация принята к сведению. Напоминаю коллег-депутатов, что мы не голосуем по данному выступлению. Хочу сделать объявление. Находится в зале питьевая вода. Стаканчики, если кому надо, поднимите руку сейчас. Вам дежурные принесут, доставят вам эту воду. Пожалуйста, кому-то она необходима. Я уже вижу. Спасибо. Переходим ко второму вопросу. Повестки заседания. Информационное сообщение о разработке правил землепользования и застройки в Одинцовском городском округе. Докладывает Кирилл Александрович Завражин, начальник территориального управления Одинцовского городского округа, городских округов Ласиха, Краснознаменск, комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Добрый день, коллеги. Спасибо большое, Андрей Рубич, за представление. У нас действительно сегодня в этом блоке очень солидные представители доклада. Я напомню, у нас начальник управления, главного управления культурного наследия Валерия Валерьевна Березовская и заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Надежда Николаевна Зыкова. Я буду сопровождать свой доклад перечнем замечаний, комментариев, которые мы получали и собираем. Что хотелось бы прежде сказать, что без правил землепользованной застройки ни один муниципалитет, ни одна территория не может существовать. Это, как правило, дорожное движение. Если у нас он не будет, то будет хаос, и все только пострадают. То есть парализуется любая градостроительная деятельность. Тот момент, который вызвал действительно общественный резонанс после принятия 30 апреля правил землепользованной застройки, носит, конечно, характер, который нужно обязательно обсудить. Первое, что очень много действительно слухов, в частности, когда говорят о том, что не было ли учтены практически все замечания, это не так. Больше 50% замечаний и предложений было учтено. Что касательно отказов, то это, как правило, носило характер того, что были субъективные какие-то замечания или пожелания людей, которые даже порой не проживают в этом муниципалитете и каким-то образом пытались повлиять на что-то. Но ряд замечаний, которые требуют действительно прояснения, это то, что можно разделить, наверное, на три таких основных группы. Это памятники культурного наследия, это санитарно-защитные зоны и территории, особо охраняемые природные территории, то есть наша экология. Мы провели уже несколько встреч с представителями общественности, и, как сказал Андрей Робич, будет продолжаться серия встреч на предмет того, чтобы выявить их и в дальнейшем найти вначале и подготовить проекты решений для генерального плана, который будет выноситься на публичное слушание, чтобы это носило цивилизованный характер. Дело в том, что, когда некоторые замечания поступают, нужно учесть еще и правовую оценку, потому что подчас участки, которые вызывают резонанс, имеют владельцев, имеют утвержденную разрешительную документацию. И если брать вот так вот рубить с плеча, то по оценке юристов можно проиграть, потому что закон на стороне правообладателя, у которого вся разрешительная документация. Поэтому нам предстоит работа достаточно тяжелая с точки зрения построения коммуникаций. Вся работа будет вестись достаточно прозрачно при участии компетентных органов, и мы считаем, что это единственный правильный путь, когда нужно садиться за общий стол и договариваться. Здесь очень важно понимать, например, когда инициативная группа говорит, что давайте накроем территорию зоны охраняемого ландшафта, это означает, что там вообще ничего нельзя строить. А когда она попадает на существующую застройку, где есть и многоквартирные жилые дома, то мы таким образом нарушаем права людей, которые там проживают. Поэтому в связи с этим считается необходимым все-таки вначале договориться и подготовить проекты решения с инициативными группами, с компетентными органами. И когда мы это сделаем, уже может быть и встречаться даже с правообладателями, договариваться как-то с ними. Только тогда можно говорить о том, что мы можем принять следующий наш очень важный документ – генеральный план. Как видно, здесь 12 таких основных комментариев по 12 территориям. На самом деле их больше, просто мы сейчас собираем основные, которые собирают по несколько десятков, иногда сотни заявлений. Мы обрабатываем и соцсети, мы обрабатываем и прямые обращения граждан, и в том числе и те, которые обсуждались. Чтобы у нас не было никаких разночтений, мы все-таки еще раз наставим, что тот документ, который был принят 30 апреля сайтом депутатов, он действительно легитимный. И я хотел бы еще раз обратить внимание, что не было факта такого, когда ни одно замечание не было учтено. Это все было рассмотрено, это все было подготовлено, и ПЗЗ были опубликованы на публичных слушаниях. И нет такого, что за один день нужно было сайтом депутатов рассмотреть несколько тысяч страниц. То есть все это было предварительно опубликовано. Я хотел бы дать следующее слово Надежде Николаевне Зыковой, которая тоже может прокомментировать данные ПЗЗ и следующие шаги, которые у нас предстоят. Надежде Николаевне, вам слово. Заместителю председателя комитета архитектуре и градостроительства Москва Зоу. Можно следующую презентацию, пожалуйста? Раз. Включите микрофончик. Пока Надежда Николаевна у нас поднимается, коллеги, я обращаюсь сейчас к депутатам. Давайте мы создадим рабочую группу депутатскую по разработке генерального плана и правилам землепользования и застройки, и туда же и охранная зона. То есть все это будем делать вместе с разработчиками и с той инициативной группой, которая у нас появилась и в Звенигороде, и в других территориях. Если не возражать, тогда депутаты уже сформируют регламент и состав этой рабочей группы. Но то, что мы должны в этом принимать активное участие, депутатский корпус – это точно. Прошу прощения, можно другую презентацию раздора, которая называется? Добрый день, уважаемые депутаты. Большое спасибо, Андрей Лобович, что меня сегодня пригласили на заседание. Потому что действительно в последнее время очень негативно сложилась обстановка в отношении и правил землепользования и застройки, и документов терпланирования, которые мы, в общем-то, обязаны сделать. И любое муниципальное образование должно иметь документы и терпланирования этой генеральной планы, и правила землепользования и застройки. Поэтому я постараюсь сегодня все-таки дать комментария сначала по тем вопросам, которые мы сегодня вам представили на утверждение, и дать небольшое пояснение о том, что говорил Кирилл Александрович по тем ПЗЗ, которые мы утвердили и в которые, в общем-то, сейчас предлагаем внести изменения. Значит, первый вопрос, который я хочу доложить, это утверждение генерального плана в отношении населенного пункта деревни Раздора. Значит, Комитетом по архитектуре и градостроительности в соответствии с Градкодексом были обеспечены мероприятия по внесению изменений в генеральный план в части населенного пункта деревни Раздора. Чем были вызваны данные изменения? Были внесены изменения в программу социальную объекты инфраструктуры Московской области, где были предусмотрены мероприятия по строительству объекта многофункциональный детский образовательный комплекс имени Примакова. Данный объект предполагался как вторая очередь уже к существующей школе, и при строительстве обеспечения работ по проектированию необходимо было внести изменения и включить участки кадастров и номера, здесь представлены в границе населенного пункта. Все необходимые мероприятия, которые обусловлены градостроительным кодексом, в полном объеме выполнены, проведены публичные слушания с 8 февраля по 13 марта. В основном вопросы, которые поступали на публичных слушаниях, связаны с целостностью границ деревни Раздоры. Мы говорим о том, что град-кодекс нам позволяет вносить изменения в границы населенного пункта в части включения и исключения территории из границ населенного пункта, что нами было изделано. Тем не менее, населенный пункт имеет дисперсную характеристику, то есть он стоит из трех раздельных частей, поэтому, безусловно, публичные слушания и мероприятия сделаны в той части, которую нам позволяли включить в границу населенного пункта участки. Тем не менее, в проекте генерального плана, как это предусмотрено град-кодексом, дается, дальше, если можно, да, это вот то, что мы включили в участки многофункциональной зоны, и дальше презентацию, так, вот здесь тоже, вот мы говорим о том, да, что населенный пункт, вот он имеет такую сложную, такую многоконтурную характеристику, поэтому, безусловно, в том документе, который мы сейчас представляем, на утверждение, есть графическая часть, и также это предусмотрен град-кодексом, что остальная граница и функциональная зона деревни Раздоры действуют в части, утвержденным Советом депутатов сельского поселения Барвихинское. Также в материалах генплана предусматривается и координатное описание всех частей деревни Раздоры для постановки в Росреестре, и целостность сохранена, принцип территориальный, и такие же материалы будут отображены в АВГИСТ-ТП, федеральной системе, как, в общем-то, нам и говорит градостроительный кодекс. Ну, эти основные были вопросы, которые связаны с принятием решения по утверждению генерального плана. Я думаю, что это, Андрей Рубич, для вас, для округа очень значимый социальный объект, и действительно большое внимание правительство Московской области уделяет, поэтому в этой части прошу депутатов поддержать. И следующий вопрос, он также касается в том числе и деревни Раздоры. Это мы вносим изменения в правила землепользования и застройки части территории Одинцовского городского округа. Надежда Васильевна тоже дала пояснение, и я тоже хочу прокомментировать о том, что были внесены изменения в градостроительный кодекс, который нас обязывает, подчеркиваю это слово, вносить изменения в правила землепользованные застройки при утверждении зон объектов культурного наследия. Следующая тогда можно презентацию? Следующую презентацию, пожалуйста, можно. Поэтому, поскольку у нас были утверждены охранные зоны объекты культурного наследия федерального значения ансамбля у свадьбы Архангельская в установленном порядке представлено в Комитет по архитектуре заявление о необходимости отображения данных охранных зон. При внесении таких изменений, как совершенно правильно у нас говорит 33 статья, градкодексы публичные слушания не проводятся. В рамках внесения изменений по установлению охранных зон у нас были внесены следующие изменения в правила землепользования застройки. У нас установлены зоны охранные, зоны регулирования застройки. Также введена специальная зона, которая установлена как охраняемый ландшафт именно с теми регламентами, которые утверждены в постановлении по охраняемому ландшафту. И даны и высотности, и те параметры застройки, которые в утвержденном объекте культурного наследия. Кроме того, я хочу как раз вернуться о том, что сказал Кирилл Александрович. Во избежание такой негативной реакции, которой последовал следующий слайд, мы предложили, этот нам тоже градкодекс позволяет как однократное изменение видов разрешенного использования по определенным зонам. Они здесь указаны. Следующий слайд. Это зона О4 объектов отдыха и туризма, а также зона Р1. Мы все виды, которые предусматривают какую-либо, в том числе и коммунальные, перенесли в условно разрешенный вид. Для того, чтобы ситуация, ну, как бы она и так подконтрольна, но тем не менее, чтобы она была только по процедуре с публичными слушаниями. И также в отношении мы уточняем координатное описание границ особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения долины реки Старушки. Значит, вот первый слайд это показывает, это те координаты, которые нам был предоставлен уполномоченным органом Минэкологии для отображения в правилах землепользования и застройки. Тем не менее, сейчас при процедуре внесения изменений мы у них уточнили все-таки координатное описание и принятие постановления об утверждении охранных зон. Они представили нам вариант, который был координатное описание 1966 года, которое, ну, в дальнейшем, конечно, я думаю, тоже необходимо обсуждать и с жителями, потому что есть территория существующей жилой застройки, которая попадает в эти территории. Но, тем не менее, как уполномоченный орган нам рекомендовал, мы отобразили ту границу, которая была координатное описание и установлена в 1966 году, но не координатная, а писательная граница. И еще что я хочу сказать тоже в рамках правил землепользования и застройки. Градкодексом предусмотрен, что это документ, в которых постоянно вносятся изменения. То есть, если генплан утверждается, у него устанавливаются сроки, на которые он разрабатывается, то правила землепользования и застройки это документ, в который постоянно можно и нужно вносить изменения. Поэтому на сегодняшний день это и установление зоитов, или это принятие решения по утверждению каких-то проектов планировок, либо охранных зон объектов культурного наследия. Правила землепользования и застройки не устанавливают защитные и охранные зоны, они их отображают. По этому поводу есть и решение Верховного суда, и есть разъяснение, которое говорит о том, что у нас в ПЗЗ есть карта, зон с особыми условиями использования, зоиты, и там действительно отображаются те ограничения, которые установлены на территории. Эти две карты принимаются только одновременно. То есть, в дальнейшем любой правообладатель, у нас даже, Кирилл Александрович, есть такая услуга, называется «Градпроработка». Вы можете зайти на сайт и записать кадастр любого участка, и вам дадут те ограничения, которые установлены и по правилам землепользования и застройки, и по зонам охраны, которые либо объектов культурного наследия, либо особо охраняемых природной территорией, либо защитные зоны, которые устанавливаются от объектов культурного наследия, когда еще проекты не установлены и не утверждены. И действительно, я еще хотела дополнительно сказать по проекту генерального плана, который мы уже приступили и разрабатываем городского округа, Одинцовский городского округа. Конечно, очень много вопросов, непростая территория. Поэтому, безусловно, мы действительно приветствуем, и мы готовы принимать во всех конструктивных совещаниях, встреч с инициативными группами, которые будут проходить по генеральным планам, обсуждать те или иные решения, которые мы предлагаем. Единственное, Андрей Рубич, я предложила как-то ускорить этот процесс, чтобы он у нас прошел до вынесения проекта генерального плана на общественное обсуждение или публичное слушание. У нас здесь немного связаны руки с публичными мероприятиями, поэтому часть работы мы будем проводить в режиме видеоконференции, видеоконференции, вебинаров, зум-конференции. Кирилл Александрович, на Вас ответственность ляжет. Сколько нужно жителям и нам, столько и будем проводить, хоть каждый день. По маленьким шажкам будем продвигаться к тому финальному варианту генерального плана, который всех устроен. И действительно, просьба тогда модератором этой работы, мы тогда определим Кириллу Александровичу, он собирает ту необходимую информацию, те вопросы, которые возникают либо у депутатов, либо у инициативных групп, и мы совместно онлайн или обсуждаем. Валерия Валерьевна, приглашаем Вас. Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного наследия Московской области. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Как уже сказала Надежда Николаевна, мы утвердили проект постановления правительства Московской области об установлении зоны охраны усадьбы Архангельская. Это совершенно новый документ, который наконец-то данную территорию регулирует в том достаточном виде, какой он должен быть, потому что постановление, которое у нас было 2002 года, давало возможность застройке и охранной зоны, и ландшафта, и, как вы сами видите, собственно говоря, что и происходило на протяжении этих нескольких десятилетий. Теперь у нас все, что ландшафт, это ландшафт, в котором запрещено любое строительство, все, что зона регулирования застройки, где уже есть осуществленное строительство, которое, опять же, повторяю, было возможно на протяжении многих лет, оно зафиксировано жесткими параметрами возможного строительства. Это высотные ограничения, это плотность застройки, площадь застройки и площадь озеленения, в том числе всевозможные кулисные посадки вдоль Ильинского шоссе, Старой Московской дороги. Там предусмотрено восстановление аллейных посадок, запрет строительства вдоль водных объектов, запрет строительства на 100 метров у нас распространяется от берега Москва-реки. Поэтому вот этот документ, тот документ, которым будем руководствоваться уже на протяжении последующих лет, он полностью удовлетворяет именно и законодательство об объектах культурного наследия, учитывает развитие социальной инфраструктуры на территории двух округов и вашего, и соседнего Красногорского городского округа. И, как сказала Надежда Николаевна, да, мы направили информацию о внесении режимов, которые мы установили в Комитет по архитектуре и градостроительству, для отображения в документах территориального планирования. Что касается зон охраны города Звениграда, тоже насущный вопрос, который всех интересует. В настоящий момент зоны разрабатываются. Мы, естественно, с проектировщиком работаем, мы отрабатываем те замечания, которые поступают в рамках общественных обсуждений. И те возмущения, которые есть, все это учитывается. Естественно, будет учтено то, что у нас есть ландшафты в районе города Звениграда, мы это прекрасно знаем, там природоохраняемые территории. И те территории, которые у нас сейчас представляют у себя ландшафты, они будут сохранены как особо охраняемые ландшафтные территории. Опять же, будет учтена уже осуществленная застройка. К сожалению, мы здесь никак повлиять на это не можем. Но развитие новой застройки мы будем стараться не давать, то есть максимально сохранять ту территорию в том виде, в каком она есть сейчас. Спасибо. Подождите, у нас еще на Дежурасе. Дежурасе нужно добавить информацию. Я правильно услышал? Валерия Валерьевна? Я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда, в какой срок будут утверждены охранные зоны? Этот вопрос очень волнует всех жителей Звениграда, и мы хотели бы конкретно дату приблизительно хотя бы услышать от вас. Я думаю, что это этот год, 20-й текущий год. То есть до конца года. Я думаю, да, это зависит, естественно, от проектировщиков, это зависит от того пула экспертов, которые будут делать историку, культурную экспертизу. Дело в том, что у нас там несколько проектов зоны охраны. Это не один проект, это несколько проектов на разные объекты, с разной степенью проработки. Поэтому я планирую, что это как раз где-то конец 2020 года. Мы стараемся, мы торопим их, поэтому мы понимаем, что социальная напряженность очень высокая. Тогда следующий вопрос. Не получится ли так, что зоны охраны не будут утверждены в тот момент, когда будет приниматься генплан и ПЗЗ? Дело в том, что здесь совершенно не связаны друг с другом вещи. Как только мы утверждаем какой-либо документ, у нас это в виде обременения, это ЗУИД, мы направляем эти сведения, и главное управление архитектурой и градостроительства вносит в документы терапланирования эти обременения. Неважно, на какой стадии находится документ терапланирования. Это сверху накладывается. Это идет уже в, даже если документ утвержден, мы завтра, допустим, утверждаем зону охраны, направляем это в глав архитектуру, и они вносят эти изменения в генпланы, в ПЗЗ. То есть еще раз, под записью, под протокол, до конца года, значит, зоны охраны... Мы планируем утвердить. Просто я не просто так акцентирую на этом внимание, мы все видим, что происходит у нас с общественностью, и категорически нельзя допустить, первое, чтобы Звенигород был застроен новой застройкой, и уж тем более в местах, которые должны охраняться государством. Поэтому я вас еще хочу об одном попросить и спросить. Вот тот процесс, который вы предполагаете осуществлять по утверждению этих охранных зон, он предполагает участие там общественников, которые с болью сердца, скажем так, сейчас борются за то, чтобы не произошла застройка на этих территориях? Ну, как сказал Андрей Робович, у нас процедура этой не предусмотрена. У нас есть процедура общественных обсуждений, акта историко-культурной экспертизы, она будет проведена, естественно, должным образом. Но Андрей Робович вам сказал, что планируются дополнительные обсуждения с общественными, с инициативными группами как раз вот проектов, предложений по проектам зоны охраны. И мы будем активно принимать в этом участие. Вот, вот я хотел бы вас попросить об этом, как депутат от данной территории. Конечно. Вот, нас всех это очень тревожит, чтобы вы присутствовали и как профессионал разъясняли людям, которых это тревожит, потому что, ну, все депутаты, я думаю, меня поддерживают. Мы не профессионалы в этом деле, и мы не можем аргументированно обосновывать те или иные вещи. И мы все-таки полагаемся на вас, что вы на сегодняшний день эту ситуацию как-то сгладите, объясните людям, найдете какие-то аргументы, услышите их пожелания, и как бы все это, скажем так, разрулится. Спасибо вам большое. Мы уже услышали, поэтому, собственно говоря, процесс движется, и процесс именно переработки тех проектов, которые были, он тоже готовится. Спасибо. Есть еще вопросы? Надежда Борисовна, не было вопросов. Вы, пожалуйста. Первый вопрос к Кириллу Александровичу. Если можно через аппарат Света депутатов, данные презентации направить, чтобы мы могли разъяснить, но работу там в том числе с заинтересованными инициативными группами вести, будем благодарны очень. И, Валерия Валерьевна, у меня к вам вопрос. Насколько я понимаю, в городском округе Звенигород существовали охранные зоны объектов культурного наследия? Нет. Их не было, да? Не было. Понял. На некоторые объекты есть границы территории утвержденной, есть защитные зоны, которые устанавливаются законодательством. Зона охраны нет. Мы сейчас постепенно идем. То есть они не существовали в городском округе Звенигорода как таковы? Понял. Спасибо за ответ. Наталья Ивановна. Всем добрый день. Валерия Валерьевна, вот процедура, значит, не предусматривает участие и жителей, и общественников, и депутатов. Я так понимаю, мое заявление, которое я, в принципе, вчера написала в адрес председателя Совета депутатов и главы, оно как раз получается в тему. Почему? Потому что ко мне я голосовала за ПЗЗ, касаясь ТУ Никольской, по этому округу я избрана. Ко мне обратилась Дружина охраны природы Биофака МГУ за подписью Тевкиной относительно нарушения федерального законодательства и наличия недостоверных сведений в правилах ПЗЗ Одинцовского округа, которые мы утвердили 30 апреля. На 26 листах описаны все особо охраняемые природные территории, даны их координаты в соответствии с теми документами. Это не ко мне. Не ко вам. Значит, кто владеет этой ситуацией? То есть по УПТ расхождение в координатах довольно серьезное. И получается, что этот вопрос нужно прорабатывать по всем девяти особо охраняемым природным территориям, которые расположены как раз в округе Звенигородском. Ну, бывшем, так сказать. Кроме того, в социальных сетях, в СМИ и на федеральном уровне прошли серьезные массовые выступления против ПЗЗ. Этого не заметить нельзя. Кроме того, 2 июня было онлайн-заседание Общественной палаты Российской Федерации, где уважаемые люди тоже высказали свое мнение. В частности, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, также академик Валерий Тишков, замминистра экологии Ирина Стального, а также члены Общественной палаты Андрей Максимов и Альбина Дударева. И всех волнует вопрос о том, что есть прецедент, согласно которому возможна застройка водоохранной зоны Москвы-реки. Это очень опасная штука, о которой предупреждают все академики и говорят, что в конечном итоге воды и для Москвы не будет, не говоря же о нашей округе. Очень много высказало претензий зампредседателя ЦСБОПИК Евгений Соседов и председателя Совета Звенигородского отделения ВОПИК Мария Уранова, а также многочисленные жители. Я во всех сетях открыта, моя страничка открыта, я со всеми беседую, все выслушала, и положительное, и отрицательное. И в связи с этим, в целях соблюдения законных интересов граждан и законодательства для реализации высказанных предложений предлагаю создать рабочую группу во главе с заместителем председателя Совета Депутатов Гусевым, но это под вопросом, все может быть изменено, по крайней мере комиссию он возглавляет как раз по градостроительству и экологии, для проработки вопросов по принятию по принятым ПЗЗ в спорных моментах и подготовке генплана. И самое главное, в рабочую группу привлечь депутатов. Дело в том, что точку действительно ставят депутаты в конечном итоге, и мы действительно не профессионалы. Кто-то волею судьбы начал ковыряться, простите, в ПЗЗ, он что-то понимает, другие нет. Поэтому обязательно в этой группе должны быть депутаты по желанию и по, не знаю там, каким еще другим причинам, представители Министерства экологии обязательно по ОПТ, это их прерогатива, администрации, округа, а также собственников участков в границах ОПТ, и местных общественных организаций, особенно Звенигородских, и активных жителей. Ну и, естественно, дружина охраны природы, биофак МГУ, которая обратилась ко мне с такой просьбой. И группу по персональному составу оформить не позднее 26 июня 2020 года и срочно приступить к работе. Вот такое предложение. Потому что мы себя позиционируем как чуткая власть. Давайте чутко выслушивать все предложения, плохие они или хорошие, и доказывать свою правоту, либо соглашаться с жителями. Вот такое предложение я передам. Надежда Николаевна. Вашу озабоченность. Единственный вопрос в том, что это не относится к правилам землепользной застройки. Еще раз обращаю внимание депутатов, что правила землепользной застройки не устанавливают на ограничения ни особо охраняемых территорий, ни объектов культурного наследия. Они их отображают. Поэтому, если есть у нас ООП, которые утверждены в установленном порядке правительством Московской области и уполномоченным министерством экологии, переданы нам координаты, мы их, как сегодня зоид по Архангельскому, так и эти зоиды мы принимаем в течение до трех месяцев без публичных слушаний и устанавливаем те ограничения, которые накладывают данные документы. Еще хочу подчеркнуть, что правила землепользной застройки у нас согласованы с Минэкологией, у нас есть письма, мы их всем предоставили. Поэтому это не предмет, то, что есть ООПТ, и как вот Валерия Валерьевна говорила, что сейчас идет работа по созданию объектов культурного наследия, таким же образом полномочный орган Минэкологии должна обеспечить работу по созданию особо охраняемых природных территорий, но не в рамках ПЗЗ. Как они будут утверждены, мы также их отобразим в правилах землепользной застройки. Что касается ПЗСО, я, к сожалению, не успела сказать. Значит, в правилах землепользной застройки у нас отображены те зоны территориальные, на которых распространяются те ограничения, которые установлены решением МОЗ-Горосполкома 80-го года. Это дана такая перпендикулярная штриховка. Она, вы можете обратиться, да, и она там видна. Конкретные ограничения там по застройке в 150 метров, они у нас находятся в карте ограниченного доступа. Это в соответствии с законом ОГОСТАНИИ, это те документы, которые нам в таком виде и были переданы. Поэтому, конечно, ООПТ, я думаю, что нужно привлекать Министерство экологии, но еще раз хочу сказать, это не является предметом обсуждения правильности или неправильности правил землепользной застройки. Как только будут ограничения, они будут там отображены. Ну, по крайней мере, в любом случае комиссия должна быть создана и подробно все рассмотрим. Нам, ну, как бы, трудно сориентироваться, но, тем не менее, есть возражения по девяти ОГОТ и по координатам. Записано еще Надежда Васильевна Рыбакова. Прошу вас дать комментарий и прошу соблюдать регламент. Презентацию включите, пожалуйста. Ну, у меня коротенько, я хочу просто привести статистические данные, статистику. По разработанным ПЗЗ на Одинцовский городской округ были проведены публичные слушания в период с 26.07.2019 года по 16.10.2019 года. Состоялись 246 собраний, в том числе два собрания были проведены в городе Звенигород. Для каждого населенного пункта проводились данные публичные слушания. Участников собраний приняли участие 3791 человек, в том числе в городе Звенигород более 60 человек. Поступило 1212 замечаний и предложений. Положительно учтено, как было уже сказано Надежда Николаевна, более 50% предложений и замечаний. Поэтому все замечания и предложения не остались без внимания. Каждое предложение и замечание рассматривалось индивидуально. Все у меня коротко. Спасибо. Еще записалась Лариса Евгеньевна Лазутину. Выступите, пожалуйста. Всем добрый день. Я думаю, что... Включите накрасно. Всем добрый день. Я думаю, что меня и так хорошо слышно. Я понимаю, что вопрос достаточно сложный. И мне бы хотелось, чтобы мы подошли конструктивно к этому вопросу. Почему? Потому что были приглашены у нас наши уважаемые старшие товарищи из министерств, которые сейчас подробно все изложили. Я понимаю, что у нас состав депутатский достаточно сложный, профессиональный. Но мне бы хотелось, чтобы вы доносили правильную и правдивую информацию. Если что-то непонятно, у нас созданы комиссии, в которых вы обязаны участвовать и также доносить ту информацию, которую обсуждали. Чтобы эмоции, которые у нас порой возникают на Совете депутатов в иных сферах массовой информации все-таки были воздержаны. Почему? Потому что это говорит о вашем воспитании. Это второе. Третье. Хотелось, чтобы мы соблюдали регламент всегда, который вами же утвержден на Совете депутатов. и более тесно работали с нашим населением. Потому что мы прекрасно видим и порой очень эмоциональные взрывные волны, потому что мы их просто порой некоторые из наших депутатов специально ли, случайно ли, просто подогревают. И хотелось, чтобы мы работали все вместе во имя нашего городского округа. Спасибо всем. Спасибо вам, Лариса Евгеньевна. Переходим к голосованию. Разрешите я просто заключение. Уважаемые коллеги, уважаемые председатели Совета депутатов, просто хотел бы подвести итог. Первое, что нужно понимать ПЗЗ, это тот документ, который отражает уже принятые решения и константы. То ли это кадастровая публичная карта, то ли это действительно решение и заключение Минэкологии или Главное управление культурного наследия, а не тот документ, который рисует или красит, как ему вздумается. Второе, то, что мы сейчас находимся на таком очень ключевом рубеже, действительно быть чуткой властью и с вашей помощью и с помощью соцсетей и медиа максимально собрать объективную информацию и замечания и учесть интересы граждан и спасти от застройки, многоэтажной застройки из Венигорода. То есть здесь мы все едины. И третье, чтобы это не превратилось в такой документ вендетта, выяснение отношений и поле брания, которое, к сожалению, иногда имеет место. Спасибо большое. Спасибо. Всем продуктивного освещения. Я думаю, уже достаточно. Хотел от себя лично поблагодарить наших коллег из правительства за подробную информацию, за то, что нашли время в пандемию, приехали к нам. Пора маски одевать уже обратно и, видимо, возвращаться вам на свою работу. Спасибо. Мы вас уже не задерживаем. Спасибо большое. Переходим к голосованию по второму вопросу. Прошу проголосовать. Кто за? У нас второй вопрос был. Информационное сообщение о разработке правил землепользования и застройки в Одинцовском городском округе. Принять к сведению. Записали, внесли. Рабочая группа будет создана, да? Назначена. Да. Все записали, приняли к сведению. Переходим к третьему вопросу. Повестки. Об исполнении бюджета сельского поселения Барвихинска Одинцовского муниципального района Московской области за 2019 год докладывает Людмила Владимировна Тарасова, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа. Начальник финансово-казначейского управления. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Андрей Ропертович, уважаемая Лариса Сергеевна, Татьяна Викторовна, депутаты. В соответствии с бюджетным законодательством мы должны утвердить с вами отчет об исполнении бюджета сельского поселения Барвихинска за 2019 год. были проведены публичные слушания седьмого мая. Вопрос носит технический характер. Прошу утвердить. Есть вопрос. Прошу тихо. Соблюдать регламент вопрос, пожалуйста. Решениями совета депутатов Одинцовского городского округа от 28 августа 2019 года это номер 1, 8, 2, 8, 3, 8 и 4, 8 выделялись деньги на расселение аварийного жилья, там 203 миллиона. В течение года было куплено 5 квартир и страчено 31 миллион. То есть неисполнение составило 85%. Просто замечание по поводу исполнения бюджета. Все, у меня все. Понятно, да. Так, у кого есть вопросы к Людмиле Владимировне? Вопросов нет. Ставлю вопрос номер 3 на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Тиняев и Кукин против. Кто воздержался? Вопрос принят. Переходим к четвертому вопросу. О внесении изменений и дополнений в решении совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 года за номером 21.12 о бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Докладывает также Людмила Владимировна. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией в округе принимаются меры по обеспечению устойчивого развития экономики. Ограничение деятельности организаций и оказание мер поддержки пострадавшим от коронавируса отраслям повлекло снижение поступлений доходов в бюджет Одинцовского городского округа. В связи с этим вносятся существенные изменения в доходы бюджета округа на 2020 год и, соответственно, в расходы. В целом, доходы бюджета снижены на 407 миллионов рублей. Из них собственные доходы уменьшены на 982 миллиона рублей и безвозмездные поступления увеличены на 575 миллионов рублей, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 556 миллионов рублей. Снижено планируемое поступление в бюджет таких доходных источников, как налоги на совокупный доход на 456 миллионов рублей, налог на доходы физических лиц на 372 миллиона рублей, земельный налог с организацией на 147 миллионов рублей и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 411 миллионов рублей. Увеличены отдельные доходные источники, исходя из факта поступления и ожидаемого исполнения в 2020 году. Что касается расходов, то они увеличены в целом на 580 миллионов рублей, в том числе за счет средств областного бюджета наибольшее увеличение это 556 миллионов рублей. При этом за счет собственных средств расходы уменьшены на 822 миллиона и также предусмотрены дополнительные расходы в общей сумме 846 миллионов рублей, в том числе софинансирование к областным средствам по государственным программам Московской области. В рамках программы образования по строительству объектов предусмотрено увеличение расходов на проектирование пристройки к 14-й школе, на Центр образовательный в Раздорах, приведены в соответствии с госпрограммой Московской области следующие расходы по строительству объектов соцсферы. Это расходы на строительство детского сада в поселке Ново-Ивановское, это расходы на проектирование строительства школы в Гусарской балладе, детского сада в Гусарской балладе. Также запланированы в бюджете средства на капремонт и оснащение здания начальной школы для ДОУ на 140 мест в лесном городке по адресу Школьная, 14, на приобретение капитальный ремонт и оснащение здания детского сада по адресу Можайское шоссе, 96. Также предусмотрены средства на капитальный ремонт и оснащение школы по адресу Молодежная, 16Б, города Одинцова. Предусмотрены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов в общей сумме 100 миллионов рублей, увеличены расходы по программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в соответствии с государственными программами Московской области. Также приведены в соответствии расходы в рамках программы по формированию современной городской среды, собственно, что мы должны были и сделать, изменив уровень софинансирования к областным средствам. На погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 66 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 51 миллион рублей. У меня все, спасибо за внимание. Есть вопросы к докладчику? Вопросы Тиняева, пожалуйста. В вашем проекте указано, что на строительство школы в Раздорах выделяется дополнительно 300 миллионов рублей. При этом снимается финансирование со строительства школы в Гусарской балладе на 2200 мест, снимается финансирование на строительство детского сада в той же Гусарской балладе на 400 мест. По новому городку снимается финансирование на капитальный ремонт технического переснащения Бук-Никольский сельско-культурный центр «Полёт» и снимается финансирование с капитального ремонта Новогородковской среднеобразовательной школы. В Раздорах проживает всего 100 человек зарегистрировано. Мы для них строим школу на 500 мест. Есть предложение просить правительству Московской области перекидывать 300 миллионов наоборот обратно на Гусарскую балладу и на Новый городок. На школы, для строительства школы там. И не строить в Раздорах школы, пока не построим школу в Гусарской балладе, детский сад в Гусарской балладе, и отремонтируем школу в Новом городке. Такое вот предложение. Можете ответить, да, вчера на заседании комиссии по бюджету и налогам. Мы этот вопрос уже обсуждали, этот вопрос стоял. Мы приводим в соответствие с государственной программой Московской области эти расходы. Расходы на школы и детские сады, они уменьшаются либо увеличиваются только в 2020 году, переносятся по государственным программам на следующие годы. В целом, объемы финансирования не уменьшаются. Еще есть вопросы? Так же, как и не смещаются сроки по строительству и водоэксплуатации. То есть, мы по этим объектам идем четко в графике. Срок ввода ни по Гусарской балладе, ни по другим объектам не меняется. Что касается прописанных в раздорах, то хочу напомнить коллеге Тиняеву, что эта школа попала в президентскую программу, и там строят «Сириус» для детей не только раздор, но и Московской области, и всей России. Это будет гуманитарный «Сириус». И деньги нам на это дает правительство Московской области, и также зашиты федеральные средства, которые не изменялись, и тоже поступят в полном объеме. Что касается Новгородковской школы, то я об этом уже сегодня говорил, видимо, была плохая слышимость. Мы вводим этот объект 1 сентября этого года. Толиван, пожалуйста. Все-таки по оснащению Новгородковской школы, оно будет новое? На кассу избирателей имена я даю заседание. Значит, избирателям, я уже сказал, и на своей странице в социальных сетях, что, безусловно, это, по сути дела, новый объект. Мы с вами знаем, что там остались только стены, все остальное перестроили, переделали, и мебель будет новая. Спасибо. Как и оборудование. Спасибо. Депутат Кукин, пожалуйста. Хотелось бы сказать насчет школы Примакова. В свое время депутатами Барвихинского, значит, поселения были выделены средства в размере 360 миллионов на постройку этой школы под обещание, что будут местные ученики в ней учиться. Но оказалось так, что местным ученикам туда дорога была закрыта. Спасибо за внимание. Да, эта информация не соответствует действительности. Там много проживающих в Барвихе и в Барвихинском поселении в раздорах учатся в школе. Вопрос вступительных экзаменов, которые там есть, не все проходят экзамены. Уровень просто обучения там высокий. Но если взять прописку и посмотреть школьный журнал, что называется, там очень много жителей Барвихинского поселения. Уважаемые депутаты, есть еще вопросы к докладчику? Вопрос номер 4 ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Нет. Кто против? Депутат Тиняев Кукин. Кто воздержался? Нет. Вопрос номер 4 Галдин. Извините, пожалуйста, не вижу. Кто сдержался? Галдин. Вопрос номер 4 принят. Переходим к пятому вопросу. О внесении изменений и дополнений в положение о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области, подтвержденной решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 28.08.2019 года за номером 8 дробь 8 докладывает Тарасова Людмила Владимировна. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, данный проект решения носит технический характер. В соответствии с законодательством вносятся некоторые изменения в нормы утвержденного положения. Прошу поддержать. Есть вопросы? Вопросов нет? Вопрос номер 5 Ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Циняев и Кукин против. Кто воздержался? Вопрос номер 5 принят большинством голосов. Переходим к шестому вопросу в повестке заседания. О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льготы по уплате земельного налога на территории Одинцовского городского округа Московской области докладывает Людмила Владимировна. Настоящим проектом решения предлагается собственникам зданий строений или помещений используемых для размещения торговых объектов в том числе торговых центров или комплексов а также объектов общественного питания и бытового обслуживания предоставить налоговую льготу по уплате земельного налога в отношении тех земельных участков на которых данные объекты недвижимости расположены. Налоговая льгота представляется в виде уменьшения суммы земельного налога за период действия режима повышенной готовности при соблюдении определенных условий это такие условия как снижение данными организациями всем арендаторам помещений арендных платежей за период с 1 марта 2000 года до последнего календарного дня месяца в котором действие решения о введении режима повышенной готовности отменено но не ранее 1 июля 2020 года и второе условие общая сумма снижения арендных платежей в соответствии с заключенным дополнительным соглашением должна быть не менее чем двукратный размер суммы земельного налога арендодателя за данный период и налога на имущество а также не менее чем 50% размера арендной платы установленного на начало периода действия режима повышенной готовности основанием для предоставления такой льготы будет являться заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу которое будет предоставляться в налоговые органы орган самим налогоплательщиком спасибо вопрос к Людмиле Владимировне есть вопросов нет номер 6 вопрос ставлю на голосование кто за прошел проголосовать кто против кто воздержался вопрос номер 6 принят единогласно переходим к седьмому вопросу о присвоении классного чина и установлении на отбавке должностному окладу за классный чин депутатам Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе докладывать заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Бажанова Мария Александровна уважаемая Лариса Евгеньевна уважаемая Татьяна Викторовна уважаемый Андрей Робертович уважаемые депутаты добрый день в соответствии с законом Московской области от 11 марта 2009 года номер 17 дробь 2009 о классных чинах лиц занимающих муниципальные должности и муниципальных образований Московской области лицам замещающим муниципальные должности с учетом срока пребывания на муниципальных должностях Московской области без сдачи квалификационного экзамена присваиваются классные чины на рассмотрение совета депутатов Одинцовского городского округа выносится проект решения о присвоении классного чина и установление надбавки к должностному окладу за классный чин депутатам совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области на постоянной основе Лохвоенко Сергею Николаевичу и Солнцеву Михаилу Викторовичу предлагается присвоить с 1 июня 2020 года классный чин, действительный муниципальный советник Московской области третьего класса и установить надбавку должностному окладу за классный чин, действительный муниципальный советник Московской области третьего класса в размере кратным должностному окладу специалиста второй категории в органы государственной власти Московской области 0,8, внести соответствующие поправки в редакцию системы оплаты труда депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа. Прошу принять данное решение. Уважаемые коллеги, есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. Ставлю вопрос номер 7 на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Тиняев против. Кто еще? Кто? Грабарчук? Тиняев, Грабарчук, Кукин. Кто воздержался? Кононова и Галдин. Вопрос номер 7 принят большинством голосов. Переходим к восьмому вопросу повестки заседания о мерах социальной поддержки отдельной категории медицинских работников государственных учреждений здравоохранения и социальных работников государственных учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области. Докладывает Елена Геннадьева-Дегтева, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа. Пожалуйста. Уважаемый Андрей Робертович, уважаемая Лариса Евгеньевна, уважаемый Татьяна Викторовна, депутаты и уважаемые коллеги. На рассмотрение Совета депутатов выносится проект решения Совета депутатов о меры социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения и социальных работников госучреждений социального обслуживания, расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области. В соответствии с мероприятиями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области социальная защита населения на 2020-2024 года отдельным категориям граждан Одинцовского городского округа предоставляются меры соцподдержки средств муниципального бюджета. Решением Совета депутатов от 20 декабря 2012 года номер 23 дробь 12 был установлен перечень мер соцподдержки на муниципальном уровне, а также определенные льготные категории граждан, имеющие на получение таких мер. Пунктом 1.7 решения Совета депутатов установлена такая мера соцподдержки, как ежемесячная социальная помощь на частичную компенсацию за аренду жилых помещений отдельным категориям медицинских работников госучреждений здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Московской области, и отдельным категориям соцработников госучреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства соцразвития Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа в размере 10 тысяч рублей. Предполагалось, что данная мера соцподдержки будет оказана медицинским и социальным работникам учреждений здравоохранения и соцобслуживания постоянно зарегистрированным на территории Ленцовского городского округа. Однако практика показала, что в такой мере соцподдержки наиболее нуждаются специалисты из других муниципалитетов и регионов. Для расширения списка получателей данной меры соцподдержки и привлечения квалифицированных сотрудников, не являющихся жителями округа в учреждения здравоохранения и соцобслуживания, а также их финансовой поддержки в начальный период работы, предлагается к рассмотрению проекта решения Совета депутатов о мерах соцподдержки отдельных категорий медработников государственных учреждений здравоохранения и соцработников государственных учреждений соцобслуживания, расположенных на территории Ленцовского городского округа Московской области. Данный проект не требует дополнительного финансирования средств муниципального бюджета, так как денежные средства на данную меру соцподдержки предусмотрены в муниципальной программе социальной защиты населения на 2020-2024 годы. Прошу поддержать. Есть вопрос, Келлина Геннадьевна. Пожалуйста, депутат Кукин. У меня только один такой вопросик. Мы в свое время пытались, будучи депутатами Барехинского поселения, оказать помощь при пожаре. И хотелось бы сейчас, вот у нас присутствует Сан Саныч, вот юрист у нас есть, спросить, не будет ли это потом прокуратура как коррупционный фактор, потому что отдельно нам тогда сказали, что либо всем, либо никому. А когда отдельно, вот нам прокуратуру возражение, что коррупционный фактор присутствует, мы не смогли тогда оказать помощь. Спасибо за внимание. Спасибо большое за вопрос. Значит, прежде чем вынести этот проект решения на сегодняшнее заседание, он был направлен в прокуратуру и согласован, поэтому никакого коррупционного фактора здесь нет. Спасибо. Еще есть вопросы, Келлина Геннадьевна? Вопросов нет. Номер 8 вопрос ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Вопрос номер 8 принят. Единогласно. Переходим к 9. Вопрос в повестке о внесении изменений в решении Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 года за номером 23.12 о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно зарегистрировав на территории муниципального образования Одинцовский городского округа. Докладывает также Елена Геннадьевна Дегтева. Пожалуйста. На рассмотрение Совета депутатов выносится проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решении Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20 декабря 2019 года номер 23.12 о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области. В связи с ранее принятым решением Совета депутатов о расширении списка получателей такой меры соцподдержки, как ежемесячную социальную помощь на естественную компенсацию за аренду жилых помещений для медработников и соцработников, предлагается исключить пункт 1.7 решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20 декабря 2019 года номер 23.12 о мерах соцподдержки для отдельных категорий граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области. Прошу поддержать. Есть вопросы? Вопросов нет. Вопрос номер 9 ставлен на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Вопрос. Воздержалось два депутата Тиняев и Кукин. Вопрос номер 9 принят в большинстве голосов. Переходим к 10 вопросу о внесении изменения в положение территориальным общественным самоуправлением в Одинцовском городском округе Московской области утверждено решение Советов депутатов Одинцовского городского округа от 05.11.2019 года за номером 18-10 докладывает Неретин Роман Викторович, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект решения. Вопрос скорее технический. Приводим в соответствие с действующим законодательством и расшиваем более подробно, как устанавливаются границы территориально-общественного самоуправления. Прошу поддержать. Вопросы есть к Роману Викторовичу? Вопросов нет. Ставлю на голосование. Вопрос номер 10. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Два депутата Тиняев и Кукин воздержались. Вопрос номер 10. Принят большинством голосов. Переходим к 11 вопросу. О реорганизации муниципального унитарного предприятия. Редакция газеты Одинцовская неделя. Докладывает Неретин Роман Викторович. В соответствии со статьей 3 Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон в государственных и муниципальных унитарных предприятиях и Федеральный закон о защите конкуренции, государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и осуществляют деятельность на товарных рынках в Российской Федерации, подлежат ликвидации или реорганизации. было принято решение ликвидировать наш МУП «Одинцовская неделя» и преобразовать его в муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский информационный центр». Прошу поддержать данное решение. Есть вопросы к Роману Викторовичу? Пожалуйста. Галдин. Депутат Галдин. Вопрос. Раньше «Одинцовская неделя» входило как структурное подразделение в более крупное информационное агентство. В данном случае эта реорганизация должна быть самостоятельным «Одинцовским бюджетным учреждением». Да, вы, наверное, путаетесь с новыми рубежами. Это новые рубежи у нас входили. Виноват. Хорошо. Есть еще вопрос. Вопрос номер одиннадцатый. Ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Против у нас депутат Тиняев и Кукин. Кто воздержался? Вопрос номер одиннадцатый. Принят. Большинством голосов. Переходим к двенадцатому вопросу повестки. О передаче муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору коммерческого найма, в собственность нанимателя. Докладывает Гинтов Денис Валентинович, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, администрация Одинцовского городского округа. Пожалуйста. Переходим к пятнадцатому вопросу. Пока Денис Валентинович подходит. Если вы не возражаете, товарищ. Бежит. Бежит. Тоже совещание с ВКС. Давайте побыстрее. Итак, вопрос номер двенадцатый. Добрый день, уважаемые депутаты. Уважаемый Андрей Роберевич, Лариса Евгеньевна, Татьяна Викторовна. Проект данного решения разработан в соответствии с ЖК РФ на основании 131-го федерального закона и положения коммерческого найма. Объект для продажи указан на основании заявления нанимателя, желающего выкупить муниципальное жилое помещение. Представлены нанимателем жилого помещения документы для рассмотрения вопроса по существу, полностью соответствуют всем требованиям положения. Граничная стоимость объекта определена независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством. Прошу поддержать. Есть вопросы к Денису Валентиновичу? Вопросов нет. Вопрос двенадцатый. Ставлю на голосование. Кто за? Прошу поддержать. Кто против? Кто сдержался? Вопрос номер двенадцать. Принят единогласно. Тринадцатый вопрос. О приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектом малого предпринимательства, докладывает Гентов Денис Валентинович. Данный вопрос выносится на основании 178-го федерального закона о приватизации государственного муниципального имущества и 159-го федерального закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества. Приватизация данной не является плановый объект для приватизации, предложен в соответствии со всеми требованиями 159-го федерального закона. Объект полностью готов к отчуждению. Рынечная стоимость также составлена на основании независимого оценщика. Прошу поддержать традиционный вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса. Есть вопрос? Нет вопроса. Вопрос 13. Оставлено голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Депутат Кукин, теняя, воздержались. Вопрос номер 13 принят. Переходим к 14 вопросу. О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы за пользование муниципальным имуществом докладывает Денис Валентинович Гент. Данный проект решения подготовлен в соответствии с статьей 19 Федерального закона номер 98, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 439, а также в соответствии с постановлением губернатора Московской области 12 марта 2020 года. Данное решение позволит предоставить меры поддержки ориентаторам нежилых помещений и земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности. Прошу поддержать. Вопросы есть, Денис Валентинович? Вопросов нет. Ставлено голосование. 14 вопрос. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Вопрос номер 14 принят. Единогласно. 15 вопрос. Об утверждении генерального плана Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту деревни Раздоры и о признании утративших сил генерального плана сельского поселения Барвихинска Одинцовского муниципального района Московской области в границах утверждаемой территории. Докладывает Надежда Васильевна Рыбакова, начальник управления градостроительной деятельностью администрации Одинцовского городского округа. Пожалуйста, Надежда Васильевна. Уважаемый Андрей Робертович, уважаемая Татьяна Викторовна, Лариса Евгеньевна, уважаемые депутаты. Проект генерального плана Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту деревни Раздоры разработан на основании государственной программы Московской области архитектуры и градостроительства. Проект генерального плана Одинцовского городского округа применительно к населенному пункту деревни Раздоры разработан был в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов. Публичные слушания по проекту генерального плана проведены в период с 8.02.2020 по 13.03.2020 года. Подробную информацию вам была представлена на презентации заместителем председателя комитета Надежды Николаевны Зыковой. Поэтому прошу поддержать данное решение. У кого есть вопрос? Пожалуйста, депутат Синяев. Публичные слушания проводились в администрации территориального управления Барыхинска в связи с тем, что не было предоставлено помещение для того, чтобы были комфортные условия для жителей, чтобы было помещение, где можно было присесть освещаемое. Поэтому было принято решение. И в принципе, каждые публичные слушания по каждому населенному пункту также были согласованы с начальником территория управления и проводились всегда в администрации. В Раздорах есть громадное помещение, это гимназия Примакова, оно же муниципальное. Потому что там было помещение, где проводить. В гимназии Примакова на тот период был учебный процесс, и когда проходит учебный процесс, запрещено проводить в помещение, где учатся дети. Вечером. И вечером тоже. По-любому нарушена 28-я статья Градостроительного кодекса и статья 5.1. Проводить надо только в том населенном пункте, который касается вопроса этого генплана. Вы как депутат принимали участие? Да, я направил свои возражения. Не принимал участие, это было в письменном виде. Да, там возражения были, я указал возражения, что на самом деле публичные слушания не проводились, не были проведены в Раздорах. Все предложения были учтены на рабочем совещании, комиссии, правильно? Да, были все предложения учтены. Прошу соблюдать регламент, и есть ли вопросы еще у других коллег? Вопросов нет. Номер 15 вопрос ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Галдин, Тиняев, Кукин против. Кто сдержался? Кононова. Кто еще? Водонаев. Извините. Вопрос номер 15 принят большинством голосов. Шестнадцатый вопрос. О внесении изменений в правила землепользования застройки территории, части территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 30.04.2020 за номер 24.16. Докладывает Надежда Васильевна Рыбакова. Также данные в презентации было очень подробно указано, что проект внесения изменений в правила землепользования застройки подготовлен к части отображения измененных постановлением границ зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения ансамбль усадьбы Архангельская 17-го, начало 20-го века. И однократного изменения вида разрешенного использования установленных градостроительным регламентом для территориальных зон О4, Ж1.6, Р1 и МФ2. В соответствии с требованиями статьи 33 градостроительного кодекса, как я уже давала комментарии, публичные слушания не проводятся в случае устранения несоответствия территории ОКН, отображенных на карте градозонирования, содержащихся в ЕГРН, описанию местоположения границ указанных зон и однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны. Прошу поддержать данное решение. Есть вопросы? Пожалуйста, товарищ Кукин. Спасибо большое. Надежда Васильевна, у меня маленький вопросик. Значит, когда усадьба, может быть я ошибаюсь, вы меня поправьте, усадьба Архангельская, она теперь вошла в Одинцовский район? Нет, она находится на территории Красногорского района, но граница охранная зона накладывается и на Одинцовский городской округ. Насколько мне известно, значит, этот 12-й, 13-й, 14-й, 15-й квартал Сербиноборского опытного лесничества, граница всегда проходила между районами по Москвореке и реке. То есть Лохин остров, старое русло Москвореки всегда относилось к Красногорскому району. А где же у нас тогда накладывается, скажите, пожалуйста? Накладывается в части деревни Раздоры, накладывается охранная зона усадьбы Архангельская. Ну, это не ответ, конечно. Спасибо. И вам спасибо. Еще есть вопросы? Ставлю вопрос номер 16 на голосование. Соблюдайте, пожалуйста, регламент и дисциплину. Ставлю вопрос номер 16 на голосование. Кто за? Кто против? Депутат Галдин, Тиняев, Кукин, Водонаев, Кононова. Против. Кто воздержался? Вопрос номер 16 принят большинством голосов. Переходим к 17-му вопросу. О внесении изменений в положение, о порядке организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 04.07.2019 года за номером 8.6, докладывает Надежда Васильевна Рыбакова. Во исполнение поручения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о внесении изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок назначения и проведения общественных обсуждений в форме общественных обсуждений посредством видеоконференц-связи, учитывая постановление губернатора Московской области обведения в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также с целью исправления технических ошибок по тексту положения. Прошу поддержать данные изменения. Есть вопросы к Надежде Васильевне? Есть вопросы, пожалуйста, депутат Галдин. Надежда Васильевна, я уже говорил и по проекту ПЗЗ, если вы вносите изменения, то просьба делать это в соответствии со здравым смыслом и вообще с установленным порядком. Если изменяете пункт в документе, пишите пункт такой-то отменить или пункт такой-то изложить в следующей редакции. Но не все постановление, весь документ делают приложением к решению. Вопрос понятен? Понятен. Данному постановлению была дана правовая оценка прокуратуры. Это постановление направлялось в прокуратуру. Я понимаю, прокуратура Идановна, но здравый смысл. Говорят, если вы вносите изменения, то должно быть в документе это изменение отображено, чтобы нам было ясно, в чем это изменение. А то мы вынуждены будем весь этот документ сверять, что ли, по строчкам. Я прошу на будущее всех учесть этот вопрос. Вносите изменения, сформулируйте эти изменения в установленном порядке и здравым смыслом. Есть еще вопросы к Надежде Васильевне? Вопрос номер 17 ставлен на голосование. Кто за? Кто против? Депутат Тиняев, депутат Кукин. Кто сдержался? Водонайк, Кононова. Вопрос номер 17 принят большинством голосов. И заключительный вопрос 18. О направлении материалов публичного выступления депутата Тиняева средством массовой информации. В сети интернет правоохранительные органы для правовой оценки его действий в отношении главы Одинцовского городского округа Иванова Андрея Ирольфовича, депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа. Пожалуйста, Киреев Вячеслав Иванович. Решение отнес преампулы является на самом деле уже неоднократное, многократное выступление Тиняева и разных личностей. Я считаю, что если нарушается честь и достоинство, и мы обязаны защищать себя, и здесь предложение звучало именно так, что мы хотим получить правую оценку этих событий, пусть разберутся. И если наши убеждения по этому вопросу правы, мы обратимся уже с тем, чтобы разобраться уже персонально каждый из нас. Поэтому еще раз как раз я хотел бы, чтобы это было прецедентом от Совета депутатов, значит, от главы, для дальнейших, вот как бы исчерпывающих решений вопрос таким путем. Спасибо. Есть дополнения? Есть вопросы? Ставлю вопрос номер 18 на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Депутат Водонаев, Кононова, Кукин и Галдин против. Вопрос. Кто воздержался? Тиняев и Сидоров воздержались. Вопрос номер 18 принят большинством голосов. Уважаемые депутаты, все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета депутатов завершено. Но напоминаю вам, что наши депутаты-именинники могут забрать подарки, цветы. Пожалуйста, подойдите сюда перед сцены. Всем хорошего дня. Субтитры субтитры. Уважаемые депутаты. Используйтесь. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты. Продолжение следует...